МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов, готовы подвести информационные итоги этого понедельника. Вы смотрите программу новости дня. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Минздрава России работает в Оренбуржье. Михаил Мурашко принял участие в открытии сразу двух социально важных объектов. Закрыто на карантин. В селе Проскурино специалисты обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Международный день учителя. Что горожане помнят о своем первом педагоге? Почти 39 тысяч рублей. Оренбург оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Орский маньяк подозревается в очередном убийстве. Новое уголовное дело в отношении Валерия Андреева. Надежда выиграла трофей. Оренбургский баскетбольный клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка России. Начнем с официальной хроники. Сегодня в регионе работает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В первой половине дня он был в Орске. Там после длительного строительства открыли онкологический диспансер. Этого события ждали почти три десятка лет. Как отметил глава региона, по оснащению Орский онкологический диспансер не уступает ведущим клиникам России. В новом лечебном учреждении создано несколько операционных блоков с уникальным оборудованием. Реанимационное отделение оснащено кроватями на дистанционном управлении, специальной системой вентилирования и современными приборами для контроля за состоянием пациентов. Это оборудование топового класса. Это оборудование, которое позволяет практически проводить весь объем доступных сегодня современных манипуляций, в том числе эндоскопическим доступом, что очень важно, малоинвазивным. Это касается и диагностических процедур, и хирургических вмешательств, в том числе с возможностью использования телемедицинских технологий. Строительство онкодиспансера началось еще в 1994-м. Однако потом из-за сложностей с финансированием работы несколько раз приостанавливались. Возобновили их только в 2011-м году. Новое лечебное учреждение полностью готово к приему пациентов. Уже после обеда визит федерального министра продолжился в областном центре. После капитального ремонта открылся корпус в первой областной клинической больнице. Обо всем подробнее расскажет Наталья Мороз. Первая точка – областная детская клиническая больница. Как будет выглядеть медучреждение, пока ясно можно представить только по эскизу – у входа на стройплощадку. Но масштаб уже впечатляет. Здесь будет консультативно-диагностический центр, рассчитан он на 400 посещений в смену, и стационар – на 430 коек. Закончить строительство должны в декабре 2020 года, а первых пациентов принять уже в 2023-м. Белые шары в небе – как символ начала новой страницы. Это уже первая областная клиническая больница. Обновленный 4-й терапевтический корпус после капитального ремонта готов к приему больных. Основной упор, который мы делали при капитальном ремонте – это создание комфортных и безопасных условий для пациентов. Ну и, конечно же, для сотрудников, которые будут работать в этом корпусе. Внутри нет запаха краски и навязчивого медицинского аромата. Заведующая пульмонологическим отделением Эльвира Макаева признается – все дело в системе вентиляции. Для больных бронхитом, астмой и различными патологиями легких особенно важных, каким воздухом будет дышать пациент. Идет двойная очистка воздуха. Вот вы можете увидеть, аэролайф у нас. Значит, идет сначала очистка пыли, затем очистка фильтром, затем идет очистка ультрафиолетом. Очистка практически 99% воздуха. Глава Минздрава России и губернатор осматривают обновленные здания. Здесь четыре отделения – пульмонологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое и нефрологическое. Рассчитаны они на плановых пациентов, в том числе и маломобильных. Федеральный министр говорит, сегодня большое внимание уделяется модернизации первичного звена. В Оренбурге новые стандарты планируется реализовать уже со следующего года. На следующий год в программе модернизации увеличивается количество посещений с профилактической целью. Нам очень важна ранняя диагностика, поскольку качество терапии, в конечном итоге онкологических пациентов и пациентов с сердечными и сосудистыми заболеваниями и рядом других, зависит в первую очередь от своевременной постановки диагноза, своевременной помощи. Также это сегодня относится и к пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Я удовлетворен, безусловно, как мне показалось, что те вещи, связанные с удобством, комфортом, безопасностью и, конечно же, внешнему виду, мне кажется, соответствуют абсолютно всем сегодняшним потребностям и стандартам, которые используются. В обновленном терапевтическом корпусе уже готовы принять первых пациентов, появятся которые здесь уже совсем скоро. Наталья Мороз, Георгий Брлутский. Новости дня. В Оренбурге открыли памятный знак «Спасибо, донор». На торжественной церемонии также присутствовал глава российского Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Денис Паслер. Как отметили гости, донорство крови во все времена считалось благородной миссией и особо востребовано в условиях пандемии. Первый в России памятник донорам установили на улице Советской. Право его открыть предоставили старейшему почетному донору Оренбургской области Татьяне Ефановой. Она начала сдавать кровь в годы Великой Отечественной войны, будучи санитаркой в эвакуационном госпитале. За всю жизнь сдала более 100 литров. По слову сердца, начала сдавать. И сдавала, и сдавала, и не спрашивали, за что там сдала. Кто там что, два дня дадут, что или не работай, или к отпуску. Приходил, благодарить. Спасибо ради вас, я живо остался. На торжественном мероприятии знак почетного донора вручили Оренбургцам, которые больше 40 раз давали кровь. В области таких более 13 тысяч человек. Ежегодно в регионе проводится более 45 тысяч переливаний крови и ее компонентов. Они применяются для лечения самых различных заболеваний, наиболее востребованные в хирургической практике. А сегодня плазма доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией, стала спасительным лекарством для тяжелых больных. Плазма содержит и непосредственно антитила для нейтрализации вируса COVID-19, и в том числе содержит ряд факторов, в частности, так называемый антитромбин-3, которые способствуют для профилактики осложнений, тромботечных осложнений, которые также встречаются у этих пациентов. Кроме того, Михаил Мурашко отметил, сегодня ведутся разработки препарата, который будет создан на основе плазмы крови лиц, перенесших коронавирус. Это антиковидный иммуноглобулин, который также планируют использовать для лечения тяжелобольных. Министр заверил, что дефицита донорской крови в России из-за пандемии нет. К другим темам. Село Проскурино Бузулукского района закрыли на карантин по коронавирусу. Ограничительные меры на территории населенного пункта продлятся две недели, с 5 по 18 октября. Информация о наложении карантина опубликована на официальном сайте районной администрации. Такое решение принято в связи с ростом заболевания и высокой интенсивностью распространения COVID-19. Въезд на территорию села и выезд запрещен. Ограничения не касаются тех служб, от которых зависит бесперебойное жизнеобеспечение граждан. Жителям Проскурино предписано соблюдать масочный режим и без экстренной необходимости не покидать свои дома. При первых признаках респираторного заболевания они должны вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Товары первой необходимости и лекарства будут доставляться в населенный пункт. Из-за нарушения масочного режима в области закрыто 12 предприятий. Приостановлена работа Орского торгового центра «Яшма-де-люкс» сельскохозяйственного павильона на рынке в Бузулуке и иных торговых точек. На 10 предпринимателей выписаны протоколы. Руководителям организаций грозят крупные штрафы или закрытия по решению суда на 90 суток. Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 октября. Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах по-прежнему обязательно. В Оренбургской области ранее уже закрыли несколько десятков предприятий, среди которых ресторан на борту лайнера, торгово-развлекательный центр «Новый мир» и «Сокол» в Оренбурге. И теперь в целом о ситуации с коронавирусом в области. Заболевших становится все больше. За последние сутки поставлено 117 диагнозов COVID-19. Таковы данные Федерального оперативного штаба. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 415 заболевших. Число летальных случаев не изменилось. Их по-прежнему 87. Столько же оренбургцев сегодня выписано из стационаров. Всего с начала пандемии коронавирус победили 12 142 человека. А теперь к дате дня. Сегодня во всем мире отмечается День Учителя. Это профессиональный праздник всех преподавателей и работников сферы образования. День, в который вспоминают их заслуги, благодарят заполученные знания. Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать, а что оренбургцы помнят о своих первых педагогах. Естественно, помню каждого преподавателя, который у нас преподавал. Историю я даже не знаю, какую рассказать. Просто очень хорошие воспоминания, связанные со школой, остались. С выпускного, с последнего звонка. Бухаров Николай Хазеевич – это очень замечательный человек. Я думаю, что наш класс его очень хорошо помнит до сих пор. У меня был самый, наверное, замечательный учитель. Первый учитель Валентина Павловна Говоруха. Это был настолько светлый человек, что когда она заходила в класс, мы просто все начинали улыбаться. И глядя на нее, на то, как она преподавала, я сама поступила на учитель начальных классов. И сейчас я тоже отмечу этот праздник. Мария Владимировна, я благодарен за то, что воспитала, не знаю, то, что прошла самый путь этот, так сказать. Да, особо нет. Ну, если только пироженку на учителя вранил, на любимом начальных классах, а так нет. Моя учительница, к сожалению, ее нет с нами уже несколько лет. И благодаря ее вкладу вообще в мое воспитание, в мое становление как личности и направлении в этой жизни, я выбрала профессию учителя. И сегодня отмечаю этот прекрасный день, день учителя 5 октября. Это новости дня. Смотрите далее в программе. Почти 39 тысяч рублей. Оренбург оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Орский маньяк подозревается в очередном убийстве. Новое уголовное дело в отношении Валерия Андреева. Надежда выиграла трофей. Оренбургский баскетбольный клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка России. Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. Оренбург в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Таковы результаты федерального исследования среди 100 крупнейших городов России. Эксперты сравнили средние зарплаты в крупных населенных пунктах и стоимость стандартного потребительского набора. В него вошли 109 товаров и услуг. Это продукты питания, одежда, промышленные товары, мебель, техника, расходы на транспорт и отдых, коммунальные, юридические, финансовые услуги. В расчет брали средние цены по регионам. В итоге Оренбург оказался на 42-м месте рейтинга городов. Средняя зарплата, как почитали эксперты, в областном центре почти 39 тысяч рублей. Этих денег должно хватить больше, чем на два таких набора. На первом месте Москва. В тройке лидеров также Южно-Сахалинск и их Салихард. Там заработки и траты не сильно уступают столичным. Доходы жителей позволяют приобрести почти 4 потребительских набора. Хуже всего ситуация в городе Шахты. Средней зарплаты в 28,5 тысяч рублей едва хватит на полтора таких набора. А теперь о стоимости основных иностранных валют. Данные Центрального банка России на вашем экране. К другим новостям. Орский маньяк подозревается в очередном убийстве. Валерия Андреева обвиняют еще в одном тяжком преступлении. В Уральском следственном управлении на транспорте расследуют уголовное дело. Напомним, Андреев находится в розыске с 2012 года. Следствием доказана его причастность к похищениям, изнасилованиям и убийствам женщин на территории Оренбургской области. Его жертвами стали не менее 7 человек. Андреев входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России. Всего же следствие подозревает его в причастности к исчезновению более 100 женщин. Массовая драка, ДТП и несколько случаев мошенничества. Выходные в Оренбургской области выдались богатыми на происшествия. О самых крупных расскажем в следующем материале. Двое против всех. Поход в одно из развлекательных заведений Орска обернулся массовой дракой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что толпа мужчин окружает двоих посетителей. После непродолжительной словесной перепалки в ход идут кулаки. Неизвестные набрасываются на своих оппонентов. Молодых людей бьют руками, ногами и даже предметами мебели. После драки орчане спокойно расходятся. О состоянии потерпевших пока информации нет. В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы. Житель Гая выпал с балкона второго этажа. По предварительной информации, 54-летний мужчина употреблял алкоголь. Чтобы остановить это, родственники Гайчанина закрыли его дома. Однако желание продолжить веселье взяло верх. Поход за горячительным через балкон завершился падением. Результат – несколько переломов. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. ДТП с участием несовершеннолетнего. В Оренбурге под колесами машины оказалась 9-летняя девочка. Полицейские сообщают, что авария произошла в районе поселка Пригородный. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку. Еще одно ДТП произошло на улице Авторемонтной. Водитель КамАЗа не справился с управлением и слетел с дороги. В результате большой груз протаранил бетонное ограждение кладбища. Несмотря на сильный удар, о пострадавших информации нет. Двое суток и почти 3 миллиона рублей. За выходные полиция региона зафиксировала сразу 20 фактов хищения денег. Мошенники действуют по отработанной схеме. Потерпевшим поступает телефонный звонок от якобы сотрудников банка. На уловки злоумышленников попалась жительница областного центра. Выполняя команды звонившего, она перевела 570 тысяч рублей. А пенсионерка из Орска лишилась 107 тысяч. По всем фактам хищения денег возбуждены уголовные дела по статьям кража и мошенничества. Вячеслав Камп и Маргарита Бакирова. Новости дня. Уличное искусство в благодарность врачам. На улице Рыбаковской появилось граффити, посвященное всем борцам с коронавирусом. Автор рисунка – 17-летний оренбуржец Даниил Ерейско. На выполнение задуманного у него ушло 3 дня. 30 литров аэрозольной краски, стена и верные друзья рядом. Все, что нужно юному творцу для воплощения своей задумки. Уже видны очертания врача в защитном костюме. Даниил Ерейско признается, что идея эскиза возникла спонтанно. Рано утром проснулся, уже начинал думать по поводу того, как оформлять сам эскиз, какую именно работу сделать. И вот так вот чисто спонтанно вышло то, что хотелось нарисовать врача в химическом костюме. Даниил – художник-самоучка, рисует с детства. Чаще всего это портреты и граффити, но такую масштабную работу он делает впервые. В создании рисунка ему помогают друзья-волонтеры. Работа Даниила участвует в Привожском фестивале уличного искусства «Форм-арт». Тема конкурса в этом году – ценность роли каждого человека и единство в борьбе с COVID-19. Фото- и видеопроцессы создания рисунка будут размещены на сайте фестиваля, а победителя определит общественное голосование уже в этом месяце. Далее в программе новости спорта. Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» впервые в своей истории выигрывает Кубок России. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Евгеничу. Спасибо, Максим. Кубок страны никак не давался «Надежде». Практически ежегодно, выходя в финал четырех, Оренбургский клуб занимал любые места, кроме первого. И вот, наконец, цель достигнута. На пути к финалу «Надежда» и действующий обладатель трофея «Курская» «Динамо» выступают похоже. Легко выиграв групповой этап, в полуфинале сталкиваются с ожесточенным сопротивлением оппонентов. Соответственно, «Спарты» и «МБА». Но все-таки справляются с трудностями. Главный матч проходит в СКК «Оренбуржья». Это, конечно, большое подспорье для «Надежды». В свою очередь на стороне «Динамо» победный опыт. «Курянки» выигрывают четыре из шести последних финалов Кубка. И у них теперь играет долгое время выступавший за «Надежду» Майга. «Динамовки» начинают лихо, с двух результативных атак. Однако хозяйки предельно концентрированы. Они перехватывают инициативу и к концу первой четверти ведут плюс семь. Нашим удается не литерализовать лидера гостей Мусину. Во второй десятиминутке после удачных действий Медведевой «Оренбуржья» таки отрываются в счете на 13 очков. Но «Курянки» мобилизуются и к большому перерыву сокращают разрыв до пяти. Обе команды играют от обороны. Приходится делать ставку на дальние броски. А вот они-то категорически не идут. У «Динамов» всего два точных в двадцати трех попытках. У нас четыре из двадцати одной. Не особо задаются и средние броски. Поэтому игра получается малорезультативной, нервной, тяжелой. Очень много борьбы. В заключительном игровом отрезке «Надежда» действует более хладнокровно, атакует точнее. И отрыв растет. Плюс семь, плюс десять, плюс двенадцать. «Динамовки» набирают всего шесть очков против наших тринадцати. На последней минуте борьба прекращается. Гости сдаются, а хозяйки начинают праздновать. Финальная «Сирена» фиксирует счет 54-40 в нашу пользу. Радости оренбургских баскетболисток и болельщиков на трибунах нет предела. Честно сказать, я настолько переполнен эмоциями, что мне тяжело будет сейчас подобрать правильные слова. Но я, безусловно, рад и поздравляю всю команду, потому что мы сделали великую командную работу. Я не хочу разбирать каждого игрока в отдельности, потому что это действительно великая победа. Самым ценным игроком всего турнира признается форвард «Надежда» и сборной России Анастасия Шилова. В этом матче она набирает 12 очков. Под счетами доминирует Ксения Тихоненко, собравшая 16 подборов. В составе «Динамо» самой результативной становится 15-летняя Анастасия Олай-Рикосу, всего с 9 очками. Статистика далека от рекордной. Тут главное – результат. Многое не получилось, но это вообще не важно. Главное, что мы выиграли, мы взяли долгожданный этот кубок. Я здесь уже шестой год, и каждый год мы за него боролись. И в этом году это получилось. Это безумная радость, честно. Спасибо всем болельщикам, спасибо всем вообще, кто за нас болеет. Нам очень важна ваша поддержка. Спасибо огромное. Надежда восходит на вершину. Первый трофей сезона поднимает капитан Ксения Тихоненко. Прошлой весной Надежда выиграла второй по значимости в старом свете клубный кубок Европы. Теперь в коллекцию Оренбургского клуба добавляется и кубок России. А праздновать-то и некогда. Уже завтра наша команда отправится в дорогу. Начинается новый чемпионат России в премьер-лиге. В среду Надежда сыграет в гостях с Ногинским «Спартаком». Максим. Спасибо, Анатолий. Еще больше спортивных новостей смотрите в очередных выпусках программы. Ну а мы переходим к погоде. На этой неделе она не балует оренбургцев разнообразием. Ночью заморозки, днем солнце и до 15 градусов со знаком «плюс». Привычный для данного времени температурный режим сохранится на протяжении всех семи дней. В первую половину недели территория региона окажется под влиянием зоны повышенного давления. Антициклон принесет стабильную ясную погоду. Исключение составит середина недели. В среду, по прогнозам метеорологов, на востоке области возможен небольшой дождь. Также осадки пройдут в северо-восточных районах Оренбуржья. Ветер слабый западного направления. Его порывы местами будут достигать 8-9 метров в секунду. Температура всю неделю продержится на одном уровне. Иные температуры будут в районе 13-18, на востоке похолоднее 7-12 градусов, достаточно низкие. Ночные же температуры будут 0-5, на востоке 0-5, местами 0-5. Ближе к выходным погода начнет меняться. Ночные температуры незначительно повысятся, говорят синоптики. В целом такая обстановка характерна для данного периода времени. А среднесуточные показатели термометров лишь на 2-3 градуса превышают норму. А теперь наша рубрика «Зарисовка». Осень радует оренбуржцев солнечной и теплой погодой. Как выглядят излюбленные места отдыха сегодня, смотрите далее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И в завершении информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ 6 октября с 9 утра и до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии. Без света останутся несколько улиц Оренбурга. Будьте внимательны, список внушительный. Точно адреса на вашем экране. Отключение коснутся и жителей поселков Куйбышево, Неженко, Городище, Дедуровка, Нижняя Павловка, Никольское, 9 января и Хутор Степановский. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98-48-48. На этом все. Этот и другие выпуски программы вы найдете на сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok